Едва зайдя в Центр национальных культур, глаза разбегаются от изобилия красоты представленных произведений искусства воспитанников Ямальского Центра внешкольных работ. По признанию директора Центра Натальи Мухамедзяновой, год был успешным. С каждым годом растет привлекательность объединений Центра. Все больше родителей стремятся развивать своих детей, приводя их в кружки рукоделия, спортивные, военно-патриотические и исследовательские объединения. Сегодня в Ярселе и в поселках Ямальского района в 27 объединениях занимаются 1137 детей разного возраста. Работы представлены в разных техниках. Работы выполнялись с большим трудом, с большой любовью. То есть у нас может варьироваться, если ребенок захотел сделать то или иное изделие. Мы, конечно же, идем навстречу и он это делает. Очень приятно, что пришли воспитанники детского сада. То есть это наши потенциальные будущие обучающиеся. Те ребята, которые к нам уже ходят. Педагоги, с которыми мы сотрудничаем, школьные воспитатели детского сада. Родители. Безусловно, в каждой вот этой работе это огромный труд и огромное терпение родителей. Выставку открыли ученики танцевально-хореографического отделения. На отчетный концерт пришли родители, одноклассники воспитанников Центра. Сами ребята и их наставники всегда стараются представить свои объединения интересно и ярко. Воспитанники и педагоги Ямальского Центра внешкольной работы являются победителями и призерами международных проектов, всероссийских конкурсов прикладного и изобразительного искусства, участвуют во всех окружных и районных мероприятиях. Результат их трудов впечатляет и не оставляет никого равнодушным. Юные экологи, разведчики, дизайнеры, мастера и мастерицы на все руки растут в Центре. Они способны из любого материала по любой технике создать настоящее произведение искусства. Дети молодцы. Я прям удивлена очень и счастлива на эти работы смотреть. Мне очень все понравилось. У меня тут внук тоже участвует на выставке. У него тут две картины и ландыши. Я пришла специально посмотреть. Удивлена очень. Молодцы дети наши. Внучка танцевала. Я посмотрела. Ну все работы, конечно, очень хорошие. Я даже взрослый человек, но мне не сделать ничего такого. Молодцы педагоги. Видно, что занимаются серьезно с нашими внуками, детьми. Все прекрасно. Я вот прошла. Ну любая работа. Я бы даже согласна кое-что купить, чтобы у меня в доме было. Молодцы. Продолжайте в том же духе. Помимо занятий основной деятельностью коллектив принимал участие во всех массовых уличных мероприятиях, которые проходили в поселке. Это были очень яркие, запоминающиеся мероприятия, которые получили хорошую оценку и положительные отзывы нашего населения. Хорошие отзывы и поддержку родителей получают педагоги на протяжении всего учебного года. Так Ирине Шиловой, преподавателю с многолетним опытом работы, родители ее воспитанников, оленеводы и чумработницы, всегда привозят необходимый материал – лоскутки шкур, не блюй. Дополнительная образовательная программа «Золушка» направлена на освоение детьми приемов и навыков швейного ремесла. Конструирование, моделирование одежды, дизайна и практики шитя, изготовление кукол-сувениров, освоение несложных техник ручной вышивки. Основная техника – это декоративно-прикладная деятельность, искусство. Декоративные панно из ткани по ткани, на шелке, на сукне вышиваем. Вышиваем также техника вышивки крестом, техника вышивки гладью. Наши творческие порывы не ограничены. Творчество не знает границ. И когда приходишь на работу, смотришь на детей и окунаешься в эту работу, заряжаясь таким зарядом, значит, глядя на меня, они тоже это все впитывают и пытаются реализовать те идеи, которые у них есть. Ирина Семеновна работает более 20 лет. Можно с уверенностью сказать, она старожил центра. Приходят и молодые педагоги. Среди них Екатерина Саратета. Я учу детей вышивки из бисера. Мне кажется, что нормально все. Они освоили у меня дети. Но я не год работала, а полгода. И вот они у меня за полгода сделали. Совсем скоро учебный год закончится. Ребята и педагоги пойдут на каникулы. Но, как и все творческие люди, они мысленно будут придумывать новые композиции и творения искусства, чтобы в начале следующего года реализовать задуманное. Ведь вся жизнь творческих людей – это сплошные мероприятия, открытия и творения во благо улучшения мира.